У Израиля для того, чтобы нанести эффективный удар по объектам ядерной инфраструктуры, не хватает сил и средств. Иран не ответить в данном случае не мог, потому что здесь под вопрос тогда была бы поставлена авторитет власти в самой стране. По всей видимости, иранцы заодно и изучали возможности и эффективность противовоздушной обороны. Так, дальше нагнетать, чревато. Если взорвется весь регион, то мало не покажется экономике и торговле всего мира. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций прошло в экстренном порядке после удара Ирана по Израилю. Главные итоги, на Ваш взгляд? Фактически никаких итогов и нет. Как раз заседание Совета Безопасности показало, что как были двойные стандарты в политике дипломатии современной, они, к сожалению, так и остались. Более того, если говорить словами Александра Сергеевича Пушкина, ты черно-белое по прихоти зовешь. У Израиля своя правда, и стоящими за ними Западом, у Ирана своя правда. Как только удары Ирана по Израилю завершились, Иран подал письмо в Организацию Объединенных Наций для рассмотрения на Совете Безопасности сложившейся ситуации. В свою очередь, такое же письмо подали и Израиль. Но в израильском письме ни слова не говорилось о том, что они 1 апреля нанесли удар по дипломатическому ведомству Иранской Республики Ран в Дамаске. Ни слова не было сказано. А в письме Ирана было написано, что мы считаем, что инцидент закончен и дальше нет смысла продолжать нанятание напряженности. Меня в этой связи удивляет телефонный разговор, который состоялся между президентом Соединенных Штатов и премьер-министром Бенемином Натаньяху. Бенемином Натаньяху с радостью сообщил президенту Соединенных Штатов, что якобы средства ПВО Израиля сбили все 99% ракет, беспилотников Ирана. Во-первых, это неправда. Ни одна система ПВО в мире не в состоянии гарантировать такого высокого уровня выполнения задач. В лучшем случае российские системы противовоздушной обороны С-400, С-500, 0,8-0,90 у них коэффициент. Правды мы сейчас не узнаем. Тем не менее, господин Байден поздравил господина Натаньяху с победой. Но в то же время предупредил, чтобы больше он не продолжал нагнетать напряженность. Для складывающейся ситуации продолжение эскалации может привести к тому, что шансы на очередное президентство господина Байдена может быть поставлен крест. Поэтому американцы прилагают все усилия, чтобы непослушное дитя в виде Израиля перестало без согласования с ними наносить удары по Ирану. Вот эта умиротворяющая риторика Соединенных Штатов, она связана как раз таки с тем, что скоро выборы, либо что-то еще там за этим стоит? Это связано в основном с предвыборной ситуацией. Но в то же время Соединенные Штаты заявили, что они и впредь будут поддерживать Израиль в его защите. И буквально две недели назад было принято решение о поставках очередной крупной партии оружия и боеприпасов. Израилю американцы поставляют 25 самолетов F-35A и комплект запасных двигателей к ним на общую сумму 2 миллиарда, где-то 25 миллионов долларов. Плюс огромный арсенал бомб МК-84, это бетонобойная бомба, которая пробивает толщину бетона 3 метра 36 сантиметров. И МК-82, который наводится по лазерному лучу. Я хотел бы отметить, что ни одна армия мира пока не применяла, даже американцы не применяла такие бомбы в городских условиях. Израильтяне в Газе применяют. Одна бомба достаточно для того, чтобы сложился целый городской квартал. И от взрыва такой бомбы, там по мышечной мощности воронка образуется диаметром 12 метров, глубиной 3-3,5 метра. Израиль сам не в состоянии нанести ответный эффективный удар по Ирану. Да, он поднимет самолеты в свой воздух, но на обратном пути их надо заправлять. Заправлять их смогут только самолеты и заправщики. Вот сейчас, когда это произошло, обстрел из Ирана, территории Израиля, в воздухе барражировали самолеты-заправщики ВВС Соединенных Штатов. По всей видимости, они шляли дозаправку самолетов ВВС США, возможно, Великобритании и Иордании, которые были подняты в воздух для выполнения боевых задач. Кстати, на одном из самолетов, судя по сайту Flightradar, случилось какое-то непредвиденное обстоятельство, и он срочно где-то в половину первого ночи запросил срочную посадку на авиабазе в одной из арабских государств. Теперь по самому нанесению удара, Иран применил далеко не самое современное оружие, которое у нас есть. Удар наносился только по военным объектам, ни по одному объекту гражданской инфраструктуры удара не наносился. Как бы таким образом Иран давал понять, что, ребята, мы не хотим переходить красных линий, причинять еще большего вреда вам, но мы вас предупреждаем, что мы в состоянии нанести более сильные удары. Поэтому фактически это было как бы второе предупреждение. Первый раз Иран отшил удары по Ирбилю. Если вы помните, 3 января во время памятных мероприятий по случаю очередной годовщины убийства американцами в Багдаде генерала Хасима Сулеймани, командующего селами специального значения Аль-Кус корпуса Стражей Исламской Революции, в результате самого подрыва террористов-смертников были большие жертвы среди гражданского населения. Иранская сторона провела расследование. Было установлено, что этими смертниками руководили резидентуры МОСАД, расположенной в иракском городе Ирбиль, после чего воздушно-космические силы корпуса Стражей Исламской Революции нанесли по нему удары. Удары наносились на расстоянии более 1000 километров с двух бас к сир. Первый был такой сигнал для Израиля. Они продемонстрировали способности вооруженных сил и корпуса Стражей Исламской Революции. Сейчас был второй удар. Фактически из 200 летательных аппаратов и ракет, запущенных Ираном, наверное, где-то процентов 10 можно говорить, что это было самое современное оружие. Остальное, по всей видимости, иранцы заодно и изучали возможности и эффективность противовоздушной обороны Ирана давали сигнал и для всех остальных стран, на что они способны. Иран, в принципе, полностью выполнил требования Устава Организации Объединенных Наций, которые подпадают под защиту, под принятие мер в целях самообороны. Если говорить о дальнейшем развитии событий, Иран уже заявил, что инцидент исчерп. А Израиль пока ограничился ударами по югу Ливана, в основном артиллерийские удары. Исходя даже из того, что и вы говорите, что не так-то просто и Израилю нанести ответный удар именно по территории Ирана, этим дело и закончится, на ваш взгляд, с военной точки зрения? Он никогда не говорил, никогда, это мой принцип. Неизвестно, что может быть. В Израиле уже раздаются голоса экстремистов, что Израиль должен ответить на это. Причем не только среди членов кабинетов на Таньяху, но и военных, и спецслужб. А также среди определенной части израильского общества. Но это нереально. У Израиля для того, чтобы нанести эффективный удар по объектам ядерной инфраструктуры, не хватает сил и средств. Ну что у них там? Лодки, подводные лодки с крылатыми ракетами. Авиация. Но авиация, если полетит, обратно надо дозаправлять. Сами не вернуться. Значит, надо обращаться к американцам. Американцы сейчас в преддверии этой предвыборной кампании вряд ли на это пойдут. Ирану война эта совершенно не нужна. Разрушение инфраструктуры могут негативно сказаться на экономике страны. Война между Израилем и Ираном вообще никому в этом регионе не нужна. Не нужна она в том числе ни России, ни Китая, ни Индии. Потому что Иран занимает важное место в системе транспортных коридоров. Если эта война начнется, Иран легко может перекрыть Ирмутский пролив. И для стран Персидского залива можно ставить крест на экспорте нефти и газа. Мы через этот транспортный коридор, Российская Старная Федерация, через этот транспортный коридор выходит сейчас в морском порту Бандерабас. Это тоже большие издержки. Индия начала развивать сейчас морское судоходство, доставляет грузы в иранские порты, тот же порча Бахар. Откуда затем грузы Индии по железной дороге доставляются и в страны Центральной Азии, могут доставляться в Афганистан, потому что там идет сейчас развитие железнодорожной сети, в ту же Турцию, в Ирак и так далее. В этой большой войне никто не заинтересован, поэтому руководство Ирана ведет себя столь осмотрительно. Ну вот если взять предысторию вопроса, почему именно на этот удар израильских сил по консульству именно так ответил Иран? Ведь, ну, если взять историю всего вот этого противостояния, которое там постоянно, оно никогда не заканчивается на нашей с вами памяти, так точно, там же видали разное. Но именно сейчас произошло то, что впервые, вот многие отмечают, что впервые со своей территории Иран ответил именно по территории Израиля ударом, то есть не через там Хизбалу, не через какие-то другие прокси, а именно с территории по территории. Это тоже такой, ну, в общем-то, показательный момент. Устоявшихся практиков для МОСАД стало убийство иранских ученых, физиков, ядерщиков, высокопоставленных военных чиновников. Иран тоже самое отвечал таким же способом, и это за пределы спецслужб не выходило. Второе, что между странами уже давно идет активная кибер-война, к примеру, можно привести много. В этот же раз, 1 апреля, это был открытый акт фактически агрессии Израиля против Ливана, потому что был нанесен удар по территории Ирана, коим считается дипломатической миссией. Погибли граждане Ирана. И Иран не ответить в данном случае не мог, потому что здесь под вопрос тогда была бы поставлена авторитет власти в самой стране. И запросы иранского общества был, что надо обязательно ответить на это злодеяние. Но вы обратите внимание, сколько иранские власти рассчитывали, думали, как это сделать. Как сделать так, чтобы и сигнал дать, и минимизировать потери, и не дать возможности перерасти в более большую войну. Если бы иранцы захотели нанести больший ущерб вместе со своими продуктами Ирана, они могли бы нанести серию ударов по нефтехимическим и нефтяным заводам в Туржи-Хайфе. Это привело бы к мощнейшей экологической катастрофе и прекращению поставок в Израиль импорта. Ведь фактически Израиль – это страна, которая живет на всем привозном. Один из портов, Иллад, который на Красном море, уже сократил свою грузооборот где-то процентом на 80 после начала ударов ухуситов по кораблям, проходящим через Баба-Ильмандевский пролив. Если выйдет из строя и порт Хайфа, в порт Иллад идут грузы в основном из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как только начались удары ухуситов по кораблям, то цены на те товары, которые шли из стран Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, они сразу повысились на 20, некоторые на 30%. Если будет выведен порт Хайфа, то экономика Ирана может впасть в серьезное положение вплоть до... Экономика Израиля, вы хотели сказать. Израиля, да. Израиля, вплоть до полнейшего коллапса. Но Иран же на это не пошел. Удары наносились исключительно по военным объектам. Если кто успел посмотреть первые часы, то в социальных сетях некоторые последствия ударов были. Потом цензура в Израиле надо отдать должное, работает очень четко, все это было убрано. Мы так или иначе все равно узнаем последствия ударов. И будем знать, почему иранская сторона использовала не самое современное оружие, а приберегла это для, не дай Боже, если будет дальнейшая эскалация. Вот тогда всему региону может вообще не поздороваться. Ну вот на ваш взгляд, что можно сказать о реакции исламских государств? Ведь Иран, да, страна восточная, ну, знаете, как для нас особенно. Восток и все там на востоке. Но ведь это не арабское, во-первых, государство, раз. Ну и ислам там несколько иной, чем самый распространенный. Никто в арабском мире не хочет большой войны. Все прекрасно понимают, каким издержкам это может привести. И обратите внимание, что из всех арабских стран, фактически на защиту Израиля, стала только одна арабская страна – Иордания. В ВВС и Иордания были подняты в воздух. Они совместно с американскими самолетами сбивали иранские беспилотники. Ни одна другая страна, арабская, в защиту Израиля не поднялась. Более того, они закрыли свое воздушное пространство для пролета иностранных летательных аппаратов. Все хотят, чтобы инцидент, который произошел в ночь с субботы на воскресенье, на этом завершился. И затем все-таки была попытка разрешения накопившихся проблем на Ближнем Востоке политико-дипломатическим путем. Дальше нагнетать чревато. Если взорвется весь регион, то мало не покажется экономике и торговле всего мира. Примеры такие мы уже имеем, помним. Николай Адмитриевич, вот вы перечислили почти всех, когда говорили о том, что большая война там не выгодна никому. Не выгодна Соединенным Штатам по своим внутренним причинам, ну и не только, наверное, внутренним. Возможно, даже они, ну, если такое мнение, что просто уже и где-то и не способны оказывать в том объеме поддержку Израилю, в котором могли это сделать 10-15 лет назад, например. Исламскому миру, арабским государствам тоже не выгодно. Индия, Китай не выгодно. Ирану не надо. Так кому же тогда надо, раз это все происходит? Главный заинтересант в этом деле – это Бенемин Натаняху и ультрарадикалы, которые вместе с ним в коалиции пришли к власти. Ведь идеи, которые броют в их мозгах о создании великого Израиля от моря до моря, они же не прекратились. Вспомните, 14 мая 1948 года было объявлено о создании государства Израиля. А 14 июня началась первая арабо-израильская война. Почему она провела? Она провела к тому, что 77% территории Палестины были оккупированы Израилем. Из 1 миллиона 400 тысяч палестинцев, где-то порядка 800 тысяч, были вынуждены бежать со своих мест. В истории это вошла, как нагба, в 1948. Последующие войны только увеличили территорию Израиля неправедным путем. Израиль, наверное, единственная страна, которая по конституции не имеет четко определенных границ. И до сих пор в израильском обществе и таких мыслей много, что газы, как территорию населенной палестинцами, не должно быть. Что эту территорию должны заселить израильские поселенцы. Если брать западный берег реки Иордан и власть палестинской автономии, то его власть там фактически номинальная. Порядка 60% западного берега оккупирует Израиль. На этой территории находятся поселения и аванпосты. С каждым годом они увеличиваются. Одно время приток поселенцев туда уменьшился, но с 2017 года он снова стал нарастать. Сейчас уже где-то порядка 800 тысяч поселенцев заселилось на арабских территориях. И вот эти вот анклавы на западном берегу реки Иордан, они подчиняются и управляются по законам государства Израиля, а не палестинской автономии. Поэтому о какой самостоятельности палестинской администрации можно там говорить? Западный берег реки Иордан напоминает собой швейцарский сыр с дырками. Где эти дырки, как раз эти израильские поселения. Ну, без внешней поддержки Израиль вряд ли бы так вел себя дерзко. Да, есть поддержка Соединенных Штатов, но способны ли, вот еще раз повторюсь, наверное, уже в тех же объемах Штаты оказывать эту поддержку Израилю? У Соединенных Штатов свои проблемы. Помимо этого, Соединенные Штаты оказывают и большую помощь и Украине. И к этому надо еще смотреть нагнетание абсолютно напряженности в Азиатской и Тихоокеанском регионе. С повестки дня никто не снял возможное боевое столкновение там между Китаем и Тайванем. Вот, американцы все к этому ведут. Китай для Соединенных Штатов по-прежнему остается и политическим соперником номер один. И поэтому уже американцы растянуть свои ресурсы на три конфликтных точки в мире просто не в состоянии. Возможно, еще и этим объясняется то, что они так сейчас начинают настойчиво уговаривать Натаньяху, чтобы он впредь согласовывал свои действия с Вашингтоном. Но вы обратили внимание, вот прошла сейчас видеоконференция лидеров G7. Что они сделали? Они выразили свою поддержку Израилю вместо того, чтобы осудить. А господин Шольц прямо сказал, мы будем продолжать оказывать помощь Израилю. Вот оно и получается, что этого хулигана поддерживает более сильные экономики мира. Ну, господин Шольц также говорит постоянно, что и будем оказывать поддержку украинскому режиму. И вот здесь тоже большой вопрос, а хватит ли у них на всех. Вот после этих событий вообще, как они могут отразиться на состоянии отделов на Украинском театре военных действий? Ну, судя по заявлениям Зеленского, что у меня-то ничего не остается, вы все даете Израилю. Это уже говорит о том, что американцам, мне кажется, наиболее важно удержать в зоне своего влияния Израиль. Потому что Израиль – это тот плацдар, через который Соединенные Штаты осуществляют влияние на весь Ближневосточный регион и контроль. Ну, и плюс американские военные базы в этом регионе, в Катаре, в Бахрейне. Поэтому, я думаю, это может сказаться в целом на обеспеченность вооруженных сил Украины, в первую очередь, боеприпасами. Ну, то есть, в общем-то, мы наблюдаем в последнее время, что Штаты и так, в общем-то, уже практически, ну, насколько, если в сравнении брать с прошлыми объемами, с предыдущими объемами помощи, они эту помощь сократили. Получается, что Украину полностью повесят на страны Европейского Союза, что называется? Ну, американцы же это делают давно уже, чтобы за Украину отвечала Европа. Но, таким образом, они решают две задачи. Руками Украины за счет ресурсов Европы ведут войну с Россией. И за счет поддержки Европы, Европой, Украины, они обескровливают Европу. И в итоге они убирают с политической карты важного экономического соперника в лице Европейского Союза. Если брать по экономикам стран Евросоюза, то возьмите, вот, ведущую экономику Германии. Впервые, наверное, за 20 лет в стране такая высокая инфляция. Экономика развивается с большими перебоями. Увеличивает число бедных, увеличивает число немцев, которые желают уже эмигрировать из страны. И вот я вам пример могу привести. У наших знакомых двое сыновей. Это русские немцы. Они давно-давно выехали в Германию, когда началось возвращение. А сейчас, после всего, что это происходит, старший сын уже уехал, вернулся, вернее, на Алтай. Сейчас, думаю, сделать это так же и младший сын. И я думаю, что такие настроения не только в этой семье, и, наверное, и в семьях других русских, казахстанских немцев, которые туда уехали за хорошей жизнью, сейчас поняли, что там происходит. Ну что ж, будем смотреть за развитием событий. Спасибо вам большое, Николай Дмитриевич, за этот разговор и за ваши отзывки. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok